За четыре года 11 из внесенных Госсобранием Башкортостана законодательных инициатив обрели статус федеральных законов. Поэтому показатель Госсобрания региона стало наиболее эффективным среди всех региональных парламентов. Об этом в рамках празднования 25-летия Курултая рассказал его председатель Константин Толкачев. В настоящее время в Нижней Палате Российского Парламента рассматриваются еще 11 законопроектов от Башкортостана. Константин Толкачев отметил, что Госсобрание одно из самых многочисленных в стране. При этом за 25 лет депутатский корпус республики сократился почти вдвое. Лишь пятая часть парламентариев работает на постоянной профессиональной основе, остальные на общественных началах. Законопроектовский процесс всегда был нацелен на создание условий для социально-экономического развития республики, становления института гражданского общества и повышения жизненного уровня жителей. Результаты общественно-политических процессов в республике однозначно показали, что институт парламентаризма, активно и конструктивно сотрудничающий с основными ветвями и уровнями власти, способствует проведению последовательных реформ. Глава региона Ради Хабиров подчеркнул, в 90-х годах прошлого века в республике пришлось практически с нуля выстраивать законодательную базу. Сейчас депутаты продуктивно работают над созданием благоприятных условий для инвестиционной деятельности. По его словам, в республике сформирована многоуровневая система поддержки малого и среднего бизнеса. В ситуации, когда многие жизненно важные сферы не были еще в должной мере подкреплены правыми нормами на федеральном уровне, парламент Башкорстана принимал собственные законы, которые работали на подъем нашей экономики в развитии социальных и общественно-политических сфер. Перед началом торжественного концерта в фойе Конгресс-холла Таратау состоялась церемония памятного гашения почтового конверта, посвященного юбилею Курултая. 500 тысяч таких изделий поступят в свободную продажу.